друзья привет это проект географии инвестиций мой публичный портфель меня зовут евгений сегодня понедельник 8 ноября смотрим что у меня в портфеле а мой портфель все так же топчется на месте в районе 412 413 тысяч минусуем пока чуть больше одного процента и так про неудачные сделки на прошлой неделе закрылась у меня по take profit у lumen technology закрылась по цене 13 долларов 50 центов на данный момент она торгуется в районе 14 долларов 11 центов немножко рано я ее закрыл точнее она у меня закрылась автоматически но это те 10 процентов которые я выставил заработка по этой бумаге то есть свой потенциал на мой взгляд она отыграла что будет дальше посмотрим но пока мы ее не добавляем оптимальную цену по ее закупки для инвестиций я считаю все-таки 12 долларов за бумагу но я думаю в ближайшее время мы эту цену не увидим по ней так что просто наблюдаем идем дальше обзор моего портфеля бристоль майерс немножко плюсует уже почти три процента и это достаточно хорошо take profit я по ней выставил 70 долларов я думаю дойдем если не дойдем до 70 долларов то тогда мы будем получать дивиденды закрытие реестра акционеров 30 декабря выплата дивидендов практически 50 центов на акцию там 49 по моему центов на одну акцию так что мы держим эту бумагу у себя в портфеле и ждем роста либо просто выплат дивидендов полиметалл все также топчется на месте есть небольшой рост небольшие откаты но все-таки отметку выше 1400 она никак не закрепиться мой тейк профит по этой бумаге мой тейк профит по этой бумаге 2000 но думаю хотя бы до 1800 бы она поднялась тогда и зафиксирую прибыль ждем выплату по компании вырезан закрытие дивидендов произошло еще в сентябре но выплаты пока так и не поступили так что пока ждем пони я тоже поставил take profit 60 если нет то тогда до следующих дивидендов закрытие реестра акционеров в начале января 2022 года по моему 6 января будет закрытие реестра акционеров выплата дивидендов составляет почти 64 доллара на одну акцию хорошие дивиденды стоит я думаю держать данную бумагу своем портфеле только из-за дивидендов тем более цена такая низкая сейчас можно было бы еще немножко закупить компания xerox тоже показала рост у меня всего 18 штучек на 352 доллара тейк профит по ней я выставил 25 долларов 40 центов это где-то 20 процентов но пока ждем посмотрим может тоже покажет дивиденды кстати у компании тоже интересные 29 декабря закрытие реестра акционеров 25 центов на одну акцию дивиденды стабильно 1 квартал так что тоже интересно держать и добавлять такие вот дивидендные бумаги по низким ценам себе в портфель только из-за того что они платят дивиденды и наломка тоже топчется на месте 210 220 230 в общем не роста пока ничего но нету драйвера у бумаги нету в декабре в декабре намечена выплата дивидендов дивиденды опять хорошие 13 рублей 33 копейки на одну акцию и я думаю при пополнении счета я все-таки добавлю еще наверно один лотик себе в портфель или даже два этого у меня сейчас этих бумаг всего-то на 35 тысяч триста сорок рублей но я думаю поправим добавим мы еще не несколько лотов этой компании русагра также топчется на месте 1206 1207 иногда сходит до 1250 take profit по этой бумаге я выставил в на отметке 1300 если дойдет продадим либо хотя бы отметку 1270 мы должны по ней увидеть я думаю все все-таки зафиксирую по этой компании прибыль в 35 процентов 35 с половиной практически она у меня плюсует хорошо жаль что покупал столько мало ее всего 10 штучек также мы продолжаем держать облигации пока мы ничего не закрывали им выплатов купонов в этом месяце у нас не предвидится так что просто пока держим облигации евро и доллар у меня небольшой просадки так что при возможности конечно закупиться бы валютой хорошая цена но пока денег нет денег на счету всего в кэше 2600 и долларов там 140 и 200 евро так что пока держим насчет тех бумаг за которыми я свяжу так нефть также у меня отметка 500 при достижении этой цены я начну ее покупать за хаттингтона мы просто наблюдаем x5 retail group 2 300 2 200 2 439 я думаю это дороговато немножко покупать ее дивиденды в декабре у x5 retail group так что можно было бы под дивиденды зайти тем более дивиденды на мой взгляд достаточно интересные у нее в декабре но пока не обозначено здесь ссылочку я прикреплю сделал сделаю скрин и компания western union за которой я сейчас свяжу потому что компания торгуется достаточно на низких отметках на низких отметках выставлял то что купить ее по цене 17 долларов за акцию но цена так в пятницу и не спустилась поэтому мы за ней следим 18 долларов 15 центов в данном моменте она торгуется но мы пока подождем не будем ее закупать по этой цене я думаю 17 долларам мы все-таки сходим тогда и можно компания тоже кстати платит дивиденды выплаты ну почти 23 цента на одну акцию достаточно интересно 17 декабря скорее всего будет закрытие реестр акционеров также платит к ежеквартально так что хорошие дивиденды интересная компания можно добавить себе в портфель но опять же нужно ждать цену цену нужно интересную по 18 я пока сомневаюсь добавлять или его к себе в портфель потенциал есть потенциал я думаю все-таки будет где-то на отметку 25 до долларов за акцию но по 18 я пока не хочу ее себе добавлять так что наблюдаем и ждем цену в 17 долларов я на рынке сейчас занял такую выжидательную позицию я больше наблюдаю но по сути у меня нет свободного кэша все у меня вложено но вложено у меня все в акции которые платят дивиденды то есть никаких акций которые там в расчете на их рост только дивидендные акции и облигации посмотрим посмотрим что принесет это стратегия небольшой рост у меня есть прогресс есть годовая доходность у меня составляет около 13 14 процентов так что пока я думаю держаться в этом же русле и наращивать только те активы которые у меня на данный момент есть и которые допустим минусуют потому что опять же у меня дивидендные акции так что друзья на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца внизу в описании ссылка на открытие брокерского счета оцените видео поставьте лайк оставьте комментарии это поможет развитию нашему канала также у нас есть интересный проект география россии так что переходите вниз смотрите видео которые у нас есть на канале до новых встреч на проекте географии инвестиций всем пока что я вам покажу вам и и и и и Продолжение следует...